Уважаемые братья и сестры, просим Аллаха, как Он собрал нас всех вместе в этой мечети в судный день, чтобы мы были вместе, иншаллах, в вечном, с нашими родителями, с нашими супругами, детьми, иншаллах, и как мы здесь сидели, улыбались друг другу, чтобы в судный день, иншаллах, перед другом мы сидели. Сегодня чуть пораньше мы начали. Хотелось бы тему, которую мы на прошлой неделе начали, закончить сегодня. Вы помните, какая тема была на прошлой неделе? Про что мы говорили? Мы говорили про такфир, говорили, то, что сейчас на сегодняшний день фитна. И это самая большая фитна, которая была за историей ислама, фитна тут такфир. То есть, когда мусульманин называет своего брата мусульманином неверующим. Может быть, задастся здесь вопрос, почему, опять же, эта же тема, почему она такая длинная, почему она продолжается, в чем проблемы и так далее. Не обязательно, когда мы поднимаем какую-то тему, говорим о какой-то теме, что это проблема среди нас и так далее, или в этой мечети, или кто-то среди нас. У него такие мысли. Нет, ну потому что, опять же, на протяжении ислама, как только пророк Мухаммад, помните, мы еще говорили на прошлой проповеди, что во время посланника Аллаха были люди, которые спешили это вынести, такфир и так далее. И как посланник Аллаха относился к ним, каково это слово сказать мусульманину, ты неверующий, обвинить его, проклинать его. Но на сегодняшний день периодически это встречается в интернетах, когда в другую страну уезжаешь, там у кого такие мысли. Опять же, если смотришь, наблюдаешь, эти люди неграмотные. Если честно, их жалко. Почему? Потому что они не учились, они метани, ни одного метани не знают. Два, может быть, максимум там несколько джузов, два-три джуза Кур'ана знают, себя учеными посчитали. Они уже могут определять, маша Аллах, за Аллаха, кто будет в аду, кто будет в раю, кто верующий, кто не верующий. Поэтому, когда человек только начинает учиться, брать знания, он всегда себя чувствует знающим, ученым. Когда он уже как бы на второй стадии знания, он понимает, что много он не знает. А когда уже ученые, великие улема, они говорят, мы ничего не знаем. Вот этот человек, когда ни разу не выезжал из Саудовской Аравии, с пяти лет обучался Кур'ану и Сунне. И уже в возрасте, больше 80 лет ему были, когда братья задали вопрос, говорят, шейх, все знания, наверное, которые были, ты уже получил. То есть он в состав великих ученых ходил. Он говорит, субханаллах, о, мои дети, о, мои сыновья, я ни разу не выезжал из этой страны. Для чего он это говорит? То есть не тратил время на поездки и так далее. Я только занимался учебой, знаниями, получением знаний. Великий ученый. Он говорит, я на сегодняшний день только могу вопросы, где есть разногласия среди ученых, тарджих делать, из этого вводить, что более правильно, что более к Сунне и так далее, Кур'ану и Сунне. То есть сколько бы мы не учили, великие ученые, они говорят, мы ничего не знаем. Поэтому, как сказал права Мухаммад, салаллаху алейхи салам, ас-сара'акум, или аль-фатву, ас-сара'акум, или аль-нар, то, кто спешит дать какую-то фетву, тот спешит в огонь, в ад, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи салам, к имам Ахмад бин Ханбалю, когда приходили в Уфуд, приходили из Ирака, приходили делегации с вопросами от их правителей, из 63 вопросов на 2-3 вопроса ответил имам Ахмад. И тогда они отвечали и говорили, ведь нас послали наши правители, чтобы задать вам вопрос, как ученому века, о имам Ахмад. Тогда он отвечает, я не знаю ответ на эти вопросы. Что нам сказать, когда мы вернемся нашим правителям? Скажите, имам Ахмад не знает, ответьте ему так прямо. На сегодняшний день человек прочитал хадисы или два хадиса, прочитал брошюрку, посмотрел ролик в ютубе и так далее, и уже он себя считает ученым, и уже он берет на себя ответственность, кого вывести из религии, а кого оставить в религии, ма-шаллах. Кому сказать, этот человек в аду, а этот человек в раю. Но больше это уже вот это вот, то, что подготовили, тут много информации, постараемся, иншаллах, это все сегодня закончить, чтобы на следующий ход бы не возвращаться в это. Для чего это может быть завтра, чтобы мы были предупреждены, чтобы у нас были знания, то есть как этим вопросом ученые, как они смотрят на эти вопросы. Завтра, чтобы был предупрежден наш ребенок от этой фитны. Это как болячка такая фитна, это такфир, она была еще со времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, до сегодняшнего дня она существует. Неграмотные люди, когда дают фетву и так далее. Опять же, мы, субханаллах, ничего от себя не говорим. Опять же, эта работа была проделена, когда в Сауди еще учился, в Кисмуль-Акида, на факультете по Акиде, еще оттуда начинал писать и так далее. Но что более подтолкнуло, когда в Рамадане я прочитал, как один человек рассылает СМС и говорит, в такой-то, такой-то мечети не считайте за таким-то, таким-то имамом намаз. Он ярый мушрик, он ярый кафир. Хотя этого имама я знаю, субханаллах, он никакой не кафир, он никому, ничему не поклоняется, помимо Аллаха, субханаллаху ата'аля. Может быть, этот человек, он не знает, что вообще, что такое кафр. Может быть, он не знает, что такое щирк. Он не знает, что это такое, что это сказано на словах, к чему его приведет и что это означает. Скорее всего, так, потому что здравый человек не скажет на человека, который не знает его жизнь, не знает, чем он занимается и так далее, кому, чему он поклоняется. Или он раскрыл его сердце как-то своим путем, разрезал сердце и посмотрел, что у него там нифа, или щирк, или кафр. Поэтому это еще больше подтолкнуло, иншаллах, на прошлой неделе мы говорили, как пророк Мухаммад обращался с такими сахабами, с такими людьми, которые спешили, которые хотели кому-то сделать такфир, и как он искал им оправдание. На сегодняшний день мы, иншаллах, приведем слова ученых, в этих вопросах, великих, больших ученых, иншаллах, также приведем, то есть в каких вопросах, когда это нельзя выводить такфир, мусульманину сказать кафир. И чтобы люди тоже поняли, может быть некоторые не понимают, что ведь есть слова куфр много в Коране, в Сунне, кафир и так далее, значит что это не существует? Нет, это существует, есть вещи, которые человека выводят из религии, но как к ним подходить и какие эти вещи? Есть разница между большим куфром, малым куфром, это дай Аллах, сегодня мы, если успеем, иншаллах, все разъясним, иншаллах, и диналлах, и субханаху ва-та'але. Во-первых, человек должен знать, что сказать человеку кафир, мусульманину кафир, это что означает? Это не просто так слова какие-то, вылитые слова и все. Когда ты говоришь, астахфурллах, пускай Аллах нас всех сбережет от этого, скажите амин, потому что это или на этого человека вернется, или если он таков, или самому этому человеку вернется, который он так сказал, и он себе погубил жизнь. Во-первых, когда человек говорит другому человеку кафир, я кафир, о кафир, о неверующий, о мусульмарик, это означает, что при этой жизни ты к нему не относишься как к мусульманину, ты его не считаешь своим братом. Ты обязан его разлучить, то есть его шариат обязан разлучить с его женой, его дети от него наследство не получают, он не получает наследство от своих родителей, это при этой жизни. И его хукам, вот это его положение поднимается, если это мусульманские стороны, то поднимается к ады, махкама, поднимается в суд, в шариатский суд, поднимается к суде, и потом уже смотрят с ним, ему с ним проводят беседу, ему делают да'ват, поднимают на него далиль, худжа, икама туль худжа, юстатаб, то есть дают ему возможность сделать таба, вернуться в ислам, то есть нужно после этого заново взять гусль, сказать шахадатин, то есть великая процедура. После смерти нельзя его хоронить, если он кафир, нельзя его хоронить на кладбище с мусульманами, нельзя за него делать стихфар, нельзя за него делать дуа, его гусль ему не делается, в кафе не заворачивается. То есть многие-многие-многие-многие вещи, которые даже после его смерти, то есть такое великое опасное слово, это табфир, это что за собой оно несет, это слово. Каала ахлу ль-льм и ль-кидар, великие ученые, ахли сунна и ль-джамаа сказали, Ученые говорят, что мы по внешним качествам, если хотя бы по самому, если в человеке есть большое сомнение, то есть у него много действий куфра в нем, то есть действия, которые, если так посмотреть, вы выводите его из-за религии, но если хотя бы чуть-чуть, самое-самое малейшее сомнение есть в его исламе, то мы говорим, что он мусульманин. Вывести человека из ислама, только выводите из ислама якин, когда есть ясность, подобной ясности в день, когда наступает 4 часа асара, то есть днем в 4 часа, как солнце ясное, вот такая же ясность, если проявится в его куфре, и нету разногласий в его куфре среди двух людей, и после того, как было доведено до него далиль, то, что это действие, которое он делает, это выводит из-за религии, тогда только уже, и опять поднимается это действие махкама к кааду, к ученому, не я, у которого нету знаний, не он, не он, это ему говорит, что он кафир или вышел из религии, а великие ученые рассматривают его вопрос. Это говорится о том человеке, который делает куфр, а что говорит человеке, который не делает куфр, который читает намаз, выплачивает закат, постится вместе с Рамадан, просто модно, что ли, стало сейчас так, кафир, мушрик, кафир, мушрик и так далее. Астахфурлай, это великие, опасные слова. Должен знать человек, здравый, у кого есть чуть-чуть разум, должен знать, что преследуется за этими словами. И говорят ученые, бойтесь Аллаха в вашей религии и в отношениях своих братьев. Поистине, если человек ошибется в прощении, то есть, если человек ошибется, например, скажем, он оправдал мусульманина, а он перед Аллахом, он неверующий, это лучше, чем он на мусульманина скажет, что он кафир. То есть, оправдать лучше мусульманина, чем не оправдать. Такфиру мусульманина фитнату на азима, тавалла кибраха фиркатаани доллатаан кадима, валаха мазьюлюн илал ан. То есть, что касается такфира мусульманов, вывести из религии, это большая фитна. Очень великая фитна, очень великая смута. Вот вчера даже с Эльдар Хазиратом разговаривали, очень много сейчас даже сектантов таких есть, хабашиты, там они сами собираются и так далее, говорят, этот кафир, этот такой и так далее, сами они там как-то хукму делают. Но если посмотреть вот в книге в тарихе, кто начал делать такфир, какие две секты? Первая фирката-ль-Ула, фирката-ль-Хаваридж, это хариджиты, хавариджи, которые сражались против сахабов, убивали сахабов, которые подняли свои мечи против сахаба, против умматы Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. А вторые это шиа, которые сделали такфир всем сахабам, сказали Абу-Бакр кафир, Умар кафир, Усман кафир, кроме шестерых сахабов. Всех жен пророков Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, они сказали, они все кафиры, это все записано у них в книгах и так далее, кто хочет, может прочитать. Раваль Бухари фи сахихи ан сабит бинет-даха к радаллаху альху, аль-Бухари, имам Бухари, приводит, опять же, иншаллах, вы, когда я говорю, слушайте, что бы, иншаллах, может кто-то есть, хочет, может записать, именно с Далилем, где это приводит, я специально номера хадисов выписал, чтобы человек мог потом вернуться и сам для себя почитать. Раваль Бухари, имам Бухари, приводит сахихи, ад сабита и бинет-даха сказал, если кто-то себя чем-то убил, покончил жизнь самоубийством, то он будет в судный день наказываться этим предметом, который он себя убил. То есть, кто-то повесился, этой петлей будет наказываться, кто-то там сбросился, он себя, Аллах будет посредством этого в судный день наказывать. Проклинание мусульманина верующего, это подобно убийству его, то есть, тот, кто сказал брату мусульманину, да проклинает себя Аллах, как будто он его убил. И тот, кто сказал на верующего мусульманина, ты не верующий, кафир, как будто он его убил, сказал пророк Мухаммад, как будто он его убил, ничем не отличается, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, великие ученые из саллафов, из халлафов сказали, то есть, они опять же делали напутствие, они делали наставление, великие ученые из саллаху аль-джама'а, и говорили, будьте бдительны, будьте осторожны, чтобы сказать на мусульманина, кафир, без какого-то далиля, и без худжатин вадихатин, и без худжа бездалиля, когда, например, скажем, его действие, то есть, является ли это куфром или нет, то есть, как он это сделал, действие, может быть, его заставили это сделать, может быть, он без знаний это совершил, к этому мы тоже придем. Имам Газали в книге «Аль-Икдисад и Аль-Икдикад» сказал Субханаллах, если тысячи кафирам, тысячи неверующим людям не сказать, что они неверующие, это легче, чем одного мусульмана сказать, обвинить в неверии, и пролить его кровь. Пророк Мухаммад, когда стоял перед Каабой и сказал «Иннака инда Аллахи шарифа у азима», то есть, поистине, ты почтенна перед Аллахом, обращаясь к Каабе. «Но однако кровь мусульманина более почтенна, чем ты, обращаясь к Каабе». Такие слова говорил посланник Аллаха, потому что на сегодняшний день фитны, когда убивают друг друга и так далее, все отсюда начинается. В судный день что человек скажет, ответит Аллаху, почему он назвал такого-то, такого-то своего брата не кафиром, какой у него будет ответ, какой у него будет худжа, какой у него будет далиль. «Имам Ибн Абу Айззал-Ханафи в книге Ак-Ак-Ида Ак-Тахауи сказал «Иннннану ламин аңзамил бәгьи». Ай, зульм поистине из самых сильных притеснений «ан юшхад а аля муайянин аналлаха ла яґфиру лях вала ярахаму, баль юхаладу юхаладу фи юхалиду фи наар, фа инна хады хуф-муль кафири ба'дальмауут». Субханаллах, великие слова. Поистине самое сильное притеснение, когда человек на определенного человека говорит то, что Аллах ему не простит, и Аллах не смилуется над ним, и он будет вечно в аду. Поистине это является хуком положения неверующего после смерти. То есть неверующий после смерти он вечно будет гореть в аду. Он не выйдет оттуда. Имам Ибн Абдулбар сказал в книге Тамхид. Имам Ибн Абдулбар в Тамхиде сказал, поистине является обязательным, обязательным, чтобы человек не выводил другого человека из ислама. То есть не говорил мусульманину кафир, кроме как если все ученые согласно, единогласного мнения нет ученых по поводу такого-то определенного человека, то, что он вышел из религии, и нет ему оправдания из Курана и Сунны. То есть нет ему противоположного мнения из Курана и Сунны. То есть когда все ученые нет в его вопросе, верующего он или нет, тогда только уже тогда только уже выводится на него такфир. Разных источников я брал. То есть бывает... Почему опять же? Потому что бывает иногда так, когда говоришь о одних ученых, люди уже, бывает там, ярлыки вешают, некоторые, например, говорят, а он таких ученых привел, а этот таких ученых привел, то есть ага, он следует такого манхажда. Всех ученых взяли из Ахля Сунны. И привели ученых, Шейх Али-Ислам Абин Таймия, о котором говорят люди, что он самый такой жесткий в этих вопросах, хотя когда смотрели его Кфатава Аль-Кубра, он не был таким. Посмотрите, что говорит Шейх Али-Ислам. Не может ли это сделать такфир? Никто не может сделать такфир? Сделать такфир? Мусульманин. То есть ни у кого нет права назвать мусульманина кафиром? Кроме как, после того, как ему привели худжа, привели ему далили и так далее, с ним привели диалог, если он сделал великий большой грех, большой куфр, большое неверие совершил. И если мы по внешним качествам видим, что он мусульманин, то по каким-то сомнениям ни у кого права нету вывести его из Ислама. Ни у кого нету права. Аллах судья, если он кафир, если он неверующий, если он что-то делает, Аллах сам с ним расправится в судный день. Мумкин инсан якуль ма хуа куфур, ау яфа аль ма хуа куфур, валя киннаху ла я куфур. То есть бывает такое, когда человек говорит слова куфра или действия куфра совершает, но он не становится кафиром. Якулю ибн хаджар аль-хайтамию шафи'ию фи бугъятил мухтадж. Ибн хаджар л-хайтами шафи'и говорит в книге То есть муфтию перед тем, как вынести хукм, вынести решение по поводу определенного человека, верующий он или нет, муфтию, то есть он должен найти ему очень много в начале оправдания и по возможности отдалиться от этого, то есть найти ему оправдание. И на этом, говорит, наши имамы, раньше, которые были сейчас, то есть кадимен ва хадисен, то есть салфу и халф. Каля ибн Абидин фи хащият ибн Абидин. Еще один ученый. Я буду, иншаллах, говорить, 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 не буду уставать, говорить примеры именно ученых, чтобы люди знали и понимали. Ибн Абидин сказал в хащият ибн Абидин, то есть, опять же, нужно найти оправдание человеку. Если хотя бы какое-то слово или чуть-чуть у него поведение доказывает то, что он мусульманин, или есть разногласия среди ученых по поводу его ислама, верующий он или нет, тогда нужно брать в сторону то, что он верующий, то, что он мусульманин. Ибн Абидин 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 сказал проклинать определенного человека, мусульмана, харам. То есть, сказать брату-мусульманину, будь ты проклят, да проклинает тебя Аллах, это харам. Вспомните историю во время пророка Мухаммада, когда одного приведили, то есть, он всегда выпивал и приходил посланник Аллаха и говорил, я опять выпил после того, как Аллах запретил хамр, после того, как Аллах запретил алкоголь, он приводил, его столько уже били, то есть, ему хад, вот это вот, как бы наказывали его ударами палками, что Абидин Абидин Хаттаб сказал, да будь ты проклят. То есть, сколько тебе можно бить уже за пьянство? Тогда пророк, салам, обиделся, разглядывался, сказал Не говори так, умар Поэтому он любит Аллаха и посланник Аллаха, салам Сказать на определенного человека, мусульмана, харам И еще хуже этого, сказать, что он неверующий и вышел из ислама То есть, в этом есть замысел тех, кто не любит ислам То есть, чтобы на сегодняшний день, опять же, информационная война Про ислам, все плохое и так далее Говорят, что ислам и терроризм, мусульмане такие плохие, злые и так далее Хотя, все знают, что ислам далек от этого Ислам к этому отношения не имеет У него у человека такие тараканы в голове Причем тут ислам? И опять же, одна из целей этого, чтобы люди занимались такфиром, чтобы разделить мусульман Чтобы разделить ислам Имам Шаукани сказал То есть, знай, имам Шаукани говорит Поистине, чтобы человека вывести из религии ислама и ввести в куфр в неверие Поистине, на том, кто верит в Аллаха и в судный день Никакого права он не умеет спешить в этих вопросах Если не будет у него далиль более ясный, чем солнце Сказал имам Шаукани Поистине, он привел хадис пророка Мухаммада Где посланник Аллаха сказал Кто сказал своему брату о кафир, о неверующий Поистине, это вернется одному из них И это самое великое наставление Чтобы человек не спешил Говорить на определенного человека, что он неверующий Ибн Увазир Ибн Увазир, рахмурллах, сказал в книге Исару л-хақа аля л-халқ То есть, если Сокращенно сказать Самое малейшее оправдание Скажем, человек вообще далек от религии Вообще он делает кафры и так далее Постоянно делает неверие Но хотя бы есть что-то за что зацепиться Что-то в нем есть из ислама Это лучше Сказал имам Ибн Увазир, рахмурллах Кали имам Куртуби Филь муфхам Имам Куртуби в муфхаме сказал От него эти слова тоже приводят Ибн Увазир в книге И его слова Раздел такфира Это опасный раздел Очень много людей впали в это И провалились И многие люди сбереглись от этого Многие ученые И преуспели Поистине кому мы должны возвращаться После Аллаха и посланника К ученым Поистине ученые Наследники Пророков Как сказал пророк Мухаммад Еще были много Еще ученых Но чтобы Не загружать этим вопросом Очень много ученых У них такие же ответы По этим вопросам Аллах в Коране говорит Обращайтесь к обладателям знания Если вы не знаете Не слушайте Джахиля Который вчера начал Читать намаз Нигде не учился Две-три брошюрки Прочитал В интернете пишет Что такой-такой-то кафир Такой-такой-то мусорик Стал ученым Посмотрите ученые Мировые ученые Со временем Таби'ин До сего же дня Как они к этому вопросу Относились Аллах говорит Поистине Самые богобоязненные Самые Кто больше боится Аллаха Ученые Которые не руководствуются Просто своим Аклом Своими страстями Кураном И сунной Пророк Мухаммад Салаллаху алейхи салам Сказал То что Из признаков Судного дня То что Мелкие люди Будут спешить Давать фетвы Не ученые А люди будут Спешить Отвечать на вопросы В религии Это из Приближения Судного дня Прочитал Одну книгу Две книги Один джуз Два джуза Из Курана Прослушал Одну кассету Две кассеты Если бы Умар-бин-Хаттабу Задавали вопрос Тоже мы узнаем бы Такие в вопросах Такфир и так далее Он бы поднял Всех мухаджиров И ансаров И с ними бы посоветовался Как поступить В этом вопросе А не от себя бы говорил Умар-бин-Хаттаб Фарук Приводится ревоят От Бухари Мусульм Поистине Аллах Не забирает знания Посредства Посредством того Что он забирает Из сердец Из груди Ученых Из груди людей То есть Аллах Не делает так Чтобы знания Когда пропадают Он их вытаскивает Выдергивает Из сердец Нет Но однако пропадают знания Когда пропадают Ученые Когда умирает Погибает ученые Тогда и знания пропадают То есть через ученых От пророка Через ученых Приводится Знания До нас Доходит И когда не останется Наступит Такое время Когда не останется Ни одного Ученого Тогда люди Возьмут себе Джахилев Незнающих людей В качестве Ученых И будут И эти Джахили Эти Незнающие люди Будут спрошены И они будут отвечать На их вопросы Без знаний И они себя погубили Заблудили И их Кто их спросил Заблудит Приводится в Бухаре Хадис Если вопрос Будет Адресован Не по адресу То тогда ждите Судный день То есть Если К врачу Будут задавать вопрос Кур'ану из Сунны Который не учился Кур'ану из Сунны Если К имаму Будут задавать вопрос Там Как там Если он не знает Вопросы Там Механики Или химии Ему будут задавать Такой вопрос Он будет отвечать Без знаний То есть Если Адресован Будет Не по адресу Вопрос Тогда ждите Уже Судного дня Сказал Приводит Риваят В книге Зухт Поистине Есть признак Судного дня Когда люди Будут требовать Знания Не у ученых Не у знающих Людей Не у грамотных Людей Люди будут требовать У них знания Интернет Забил Любой вопрос Этот человек Кафир Забил В Гогол И так далее Он еще Хадисы не знает Это не знает Какой Ты даже Не смотрит Кто ему Ответил И так далее Все У него есть Далили И так далее Он себя Ученым Почувствовал Идет И фитвы Раздает Направо Налево Это очень велико Братья Я это говорю Я говорю В первую очередь Самому себе И всем нам И нашим будущим поколениям И так далее Потому что Это очень великая фитна И очень великая смута И в этом нету В этих вопросах Нету Игры Это религия Аллаха За что придется Аллах говорит Будете спрошены все В судный день Здесь задается Такой вопрос То есть Есть слова Куфра Есть слова Неверия В Куране В Сунне То есть Что такое Неверие Само слово Кафр То есть Может человек Может быть Да Неверие есть Есть вещи Которые выводят Человека из религии Мусульманин Он вышел из ислама Это все есть Но должны быть Соблюдены Шуруты Условия И правила Во-первых Что такое Куфр Кафара Глагол Если взять Куфр Дословный Люхатан Это Тагутия Это когда что-то Закрыть Спрятать Скрыть На сегодняшний день Например Тоже арабы Говорили На темноту ночи Когда ночь наступила Кафир То есть Когда Темнота ночи Скрыла Солнце Тоже на море Говорили Кафир Почему Потому что Она скрывает То что в нем На сегодняшний день Кафар Тоже говорится На колесо Почему Потому что Покрышка Скрывает То что внутри Вот этот баллон Или мячик Некоторый Вот в Египте Называют На амми Кафар То есть Вот это Что покрышка Вот это Где внутри Баллон Называется Кафар То есть Он скрывает Это И делится И делится И делится Вообще Кафар Делится Кафар В Куране На пять Пониманий То есть Не каждое слово Кафар Имеется Ввиду Одно И то Значение Ахли Тафсир Ученые Тафсира Пять Маани Пять Переводов Смыслов До нас Донесли Первое Это Куфр Таухид Когда человек Делает неверие В Таухиде В Зинобожии Аллах в Куране Говорит В сурт Аль-Бакара То есть Аллах в Куране Обращается К посланнику Аллаха И говорит То есть Поистине Те неверующие О Мухаммад Без разницы Нету разницы Будешь ты за них Будешь ли Их ты наставлять Или не будешь Ты их наставлять Они все равно Не уверуют То есть Вышли из религии Куфр Ниама Второе Это когда человек Куфр переводится Как неблагодарство Когда Аллах Дает ему Ниама Какую-то милость А он неблагодарен Говорят тоже Кафир Кафар Аллах в Куране Говорит В сурте Ибрахим Всевышний Всевышний Будьте кафир В данном случае Не будьте Неблагодарными Рава Имам Яшкури Разговоры О милости Аллаха Это куфр То есть На сего же день Если человек Не говорит Про милость Аллаха Не знает Что он кафир То есть Куфр Имеется ввиду Неблагодарство В данном случае Когда человек Вместе С джамаатом Держится Поэтому Мы Ахали сунна Вальджама Когда с джамаатом Вместе Это рахма Это милость Вальфурк Это азаб А разделение Это наказание Сказал пророк Мухаммад Саллаху Алейхи Вассалям Это второе Первое Мы сказали Куфр Когда человек Уходит из религии Когда он Не верит В Аллаха Второе Это Когда он Неблагодарен Куфр Третье Куфр Табарру То есть Куфр Бимана Его понимание Как отдаление От чего-то Отворачивание От чего-то Например Когда в арабском языке Кто-то говорит Кафарту Бика Я не уверил Кафарту В данном случае Я отвернулся от тебя Отдалился от тебя Аллах Приводит слова Иблиса Когда он будет в аду Будет говорить Тем Кто за ним последовали Из мучриков Из кафиров Из мунафиков Из грешников Он что скажет Иблис Поистине Я кафарту В данном случае Не уверовал То есть Отдалился Никакого отношения Не имею К тому В чем Вы мне Сделали Ширк Аллаху То есть Вы меня взяли Как партнера С Аллахом Субханатоле В сурате Ибрагима Аллах говорит Также Аллах говорит В Коране А потом Судный день Одни из вас Отдалятся Друг от друга В данном случае Аллах привел Слово Я кафару То есть Отдалиться У него есть следующее Что? Кафар Отдаление Четвертая Мааня Четвертая Смысл слова Кафар Когда человек Что-то скрывает Ситр Когда он Сделает Какой-то Занавес В Коране Аллах говорит То есть Поэтому Кафар Аллах назвал Тех людей Которые Занимаются Земледелием Которые Сажают Что-то То есть Кто работает На колхозах Когда он Сажает Семя Он его Закапывает Покрывает То есть Их Также В арабском Называется Кафар Не знаете Что они Неверующие То есть Они Вот эти Кто работает Над этим В колхозе И Пятое Аль-Джухуд Аль-Инкар То есть Когда человек Отрицает Что-то Куфр Джухуда Отрицание Аллах В Коране Говорит Знаете Что Яхуды Знали Что выйдет Посланник Аллаха Но Аллах Сказал Гайрил Макзуби То есть Аллах Проявил Гнев Потому что Он Не из Бану Израиль Стал Посланник А из Арабов И тогда Аллах В Коране Говорит То есть Когда они Узнали То что Он Вышел Они Не Уверовали В Него То есть Инкар Сделали Ему И Проклять Аллаха На Неверующих То есть Они Сделали Инкар Не Уверовали В посланник Аллаха Саллах Это То что Мы Сказали Куфр Дословный Перевод Это Когда Ты Что Ты Скрываешь Истилах В шариате Что Же Такое Куфр Куфру Истилах То Что Говорится Это Когда Человек Не Верит То что Пришло В религии В исламе И Когда Он Совершает Такой Грех Великий Грех Совершает И Своим Сердцем И Своими Мышлениями Когда Он Совершает Какой Грех Например Аллах Субхан Говорит Например Это Харам Он Говорит Нет Это Халяль У У Свой И Субхан Есть Или Словом О Амалия Или Действием Это Называется Куфр В шариате Истилах Это В чем Его Причина Это Когда Человек Не Верит В То Что Есть Создатель Аллах То Есть Отрицает Что Аллах Создатель Или Отрицает То Что Он Один То Ему Одному Только Можно Поклоняться Он Отрицает Это Он Отрицает Послание Всех Посланников В том Числе Пророка Мухаммада И Делает Словом Выносит Как Говорит Слова Куфра В этом Случае Шариат Говорит То Что Это Куфр Даже Если Он Это Не Делал Намеренно Вот Сейчас Мы Разъясним Это Например Человек Бывает Как Человек Издевается Над Кураном То Например Кто-то Берет Куран Топчет Его Выкидывает Его И так Далее Топчет На Нем Издевается И Потом Говорит Я Намеренно Это Не Сделал Нет Ты Сделал Куфр Об Этому В Куране Есть Далиль Один Кто-то Издевается Над Аллахом Ругает Аллах Астахфар Аллах Ругает Посланник Аллаха Салаллах Алейхи Вассалям То В Этих В Этих Вещах Нет Игры И Также Куфр Делится На Два Вида Малый Куфр И Большой Куфр Большой Куфр Мы На Худбе Скажем Малый Куфр Это Не Выводит Человека Из Ислама Например Куфр Что Такое Маленький Куфр Когда Человек Что-то Сделал Из Действия Куфра И Тем Самым Он Говорит Я Не Хотел Это Сделать Большой Куфр Чтобы Не Выйти Из Религии То В этом Случай Считается Он Как Малый Куфр На Сегодня Молодые Люди Взяли Малый Куфр И Как Говорят Ученые Всех Дунья Все говорят Он Кафир И так Далее А Этот Куфр Не Выводит Из Религии Какой Пример Этого Куфра Рова Муслиму Фи Сахи Фи Китаб Иман Имам Муслим Сахи Приводит Книги Иман Раздел Иман Веры А А А Расул Аллахи Две вещи Есть В людях Это В них Неверие Куфр Это Первое Когда Человек Пререкает Человека В его Родословни Издевается Второе Когда Человек Сильно Оплакивает Мертвого Это Когда Кто-то Умер Он Бьет По лицу Кричит Это Две Вечи Куфр Но Куфр Азгар Не Выводит Из Религии Также Пример Куфра Азгара Еще Время Есть Не Устали Слушать Также Это Один Из Примеров Большого Куфра Мы Скажем Сказали Расскажем На Худбе Один Из Примеров Еще Малого Куфра Тоже Приведем Имам Ахмад Ихаким Собор Приводит Тот Кто Клянется Не С Именем Аллаха Тот Впал В неверие Или В Ширк Многобожий То есть Человек На сегодня Сколько Людей По Незнанию Клянусь Мамой Клянусь Мамой И так Далее Он По Незнанию Это Делает Это Малый Куфр Любого Ученого Спросите Если Вот Даже Вопрос Задайте Любому Ученому Скажите Если Человек Поклялся Не с именем Аллаха Выходит Ли Он Из Религии Он Скажет Нет Сделай Таубе Не скажет Что ему Надо Брать Гусль Заново Шахадатин Это Куфр Азгар Один Из Примеров Тоже Теперь Хотелось Рассказать Аммавани Аттакфир То есть В каких Случаах Вот эти Все Вещи Которые Мы Сказали Большие Куфры Еще Приведем В каких Случаах Человек То есть Человек Когда Заставили Сделать Куфр Человека Если Он Был Нездоров Мыслищий Если Он Был Ребенком Если Он Был Пьяным Об этом В этом Есть Хиляф Среди Ученых Тоже Мы Расскажем Если Он Ошибочно Это Сделал То есть Если У него Нет Возможности Исправить Что Если Он Неправильно Понял Хукама Этого Вопроса В шариате И Тоже Сахабы Неправильно Понимали И Мы К Этому Тоже Придем Но Хотелось Бы Сейчас Немного Время Уделить Самое Что Распространено Это Когда Человек Делает По Незнанию Куфр Это Самое Больше Что Распространено Опять Шейх В книге Фатава Говорит В 12 Томе В 12 Поистине Такфир То есть Вот Это Человека Вывести Из Религии Из Ислама Даже То есть Даже Если Человек Не Поверил Если Что То В Религии Но Может Быть Это Причина Может Он Сказал Это Потому Что Он Только Только Зашел В Религию У Него Нет Знаний Есть Человек Не Знающий В этом Вопросе Ему Оправдание Ищется Или Он Не Дошли Аяты Или Хадисы Или Он Не Понял Или Кто Пришел Другой Человек Начал Ему Объяснил Ты Что Ты Неправильно Понял Я Знаю И так Далее Вот Это И И Он Взял Его Мнение Или Кто Ты Человек По Своему Тауил Сделал Свой Тафсир Сделал По Незнанию Не Понял Не Так Понял Как Он Понимается Как Он Понимался Сахабами И Никого Нельзя Винить В невере Пока На Него Не Поднимется Худжа Далили Доказательство То Что Он Кафир Ну А Как Это Поднимается Мы Сказали И Кто Поднимает Не Мы С вами А Ученые И Потом Сказал Очень Красивые Слова Шейх И Слова Если Мы Видим Человека Внешние Качества Хотя Чуть Чуть В нем Что Из Ислама Малые Малые Сомнения В Его Вере То Не В Его Куфре Малые Сомнения В Его Вере То Тогда Мы Говорим Что Не Выводим Его Из Религии Не Говорим Что Он Кафир Шейх И Ислам Если Посмотреть Уважаемые Братья Ахля Суна Аль Джама Они Самые Милостивые Люди По Отношению Ко Всем Людям Самые Милостивые На сегодняшний день У людей Наверное Есть Печати Этот Кафир Этот Не Кафир Ставят Они Подряд Сказать На кого Сказать Кафир На кого Нет Идут За Ховариджами Не Были На Эт Никогда Имам Захби Говорит Имам Захби Говорит Великий Ученый Поистине Нет Греха На том Кто Что-то Какое-то Сделал Действие Куфра Без знаний У него Не было знаний Он не знал Что это Куфр И Если С ним Не провели Беседу И На него Не сделали Он Говорит Аллах Добр По Отношению Ко Всем Он Мягик Кал Всевышний Аллах Сказал Поистине Мы Не наказывали До тех пор Пока Не отправляли Расуля Посланника Увешивателя Потом Сказал Имам Захби 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 закончил свои слова и сказал, были люди, сахабы в Хабаша, во время пророка Мухаммада, в Эфиопии, то есть они не рядом с постальником Аллаха, когда не спосылалось, раньше не было телефонов, не было там, чтобы отправить, сказать такой аят не споснул и так далее. То есть не было, они не слышали, они жили в Хабаша, в Эфиопии, сахабы, пророку Мухаммаду, не спосылалось аяты Тахрима, то есть это харам, это халяль, это ваджеб теперь делать, но они это не делали, и с них нет спроса, пока до них не дошло это, месяцами до них не доходила информация, то что новое вахи, новая информация, новое откровение не спослал Всевышний Аллах, субханаху ва-та-Аля, и также он говорит, это на юазар, то есть оправдывается тот человек, до которого не дошли аяты, до которого не дошли хадисы от пророка Мухаммада, и на это мнение, который до него еще был, имам Суфьян и Саури, ибн Кудама, знаете, 15 томов, у него книга Аль-Мухни, много ученых на этом, именно салф, какие же долили на это, то что нельзя сказать человека кафиром, назвать кафиром, если он делает что-то по незнанию, говорит, поистине Всевышний Аллах, не заблуждал людей, народы, после того, как он их наставил на прямой путь, до тех пор, пока им не разъяснится, то есть религия, как им следует, как им поступать, поистине Аллаха, всем осведомлен всезнающий, и также сказал Всевышний Аллах, я не наказывал до тех пор, пока не посылал посланника, вот этот аят, хочу, чтобы все задумались над этим аятом, в сурате Арав, Аллах говорит, послушай, Аллах говорит, я дал возможность, Бану Исраиль, детям Якова, которые были во время Мусса, раскрыл море и пройти, то есть после того, как затопил фараона, которые убегали от фараона, когда фараон только за ним, их преследовал, который говорил, я ваш Господь и так далее, они прошли, только как эта фитна прошла у них, Аллах их защитил, Наджахум Минал Фараон, Аллах Субхану Таллах защитил их от фараона, спас их от фараона, от этого мушрика, от этого кафира, они проходили с Муссом, мимо народа, которые поклонялись идолам, посмотрите, только что они видели все эти фитны, как там они, те, кто подчинялись фараону, как они там резали, убивали детей, издевались над женщинами, заставляли поклоняться ему и так далее, то щеркет было, Муса, с народом отдалялись о нем, как бы с ними вели диспут и так далее, сражались против фараона, только они это все видели и прошли мимо народа, верующие, с Муса, которые поклонялись идолам, и сказали, «Калю, я Муса, о Муса, о Моисей, сделай для нас такого же Илха, то есть Бога, помимо Аллаха, как у них, то есть они вот эти люди сейчас, заметили народ, тоже поклонялись идолам, нам тоже идола, сделай какого-то, это те люди, которые были с Муса, которые воевали против щерка, то есть, но опять же, они что по незнанию, что ответил Муса? Сказал, «Все, вы кафиры, вы вышли из-за религии, вы неверующие». Он сказал, «Вы народ незнающий, джахливы». Религия Аллаха великая, субханаллах. Религия Аллаха, нисходительность Всевышнего Аллаха по отношению к верующим, великая. Кто на себя берет такую ответственность, решать за Аллаха, диллах Аллаха, субханаллах. Аддарахум, билжахл. Муса, алейсисканал, сказал, что они жахли, они не знают. Также далилил, рвай, ал-имам Ахмад, в Тирмидзи, ан-аби, «Ва-киди лейфин, рада Аллаху, ан-ху, кала, «Харажна, мааа, Расулы, лаи саллаллаху, 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 кафри, кафри, то есть, приводится, от Ахмад, имам Ахмад, Тирмидзи, от Абии, ва-киди лейф, достоверный хадис, мы вышли с посланником Аллаха, саллаллаху, алейсисаляна, на битву, при Хунейне, это было после открытия Мекки, И мы только-только, то есть говорится, хадисы ваходы были ислам, то есть только-только приняли ислам, а они сказали хадисы ваходы в куфр, то есть только приняли, не верили. То есть они прошли мимо хунейна, прибитую при хунейне, и увидели, как было такое дерево, называлось зату анват, то есть большое дерево с большими листьями, такими крупными листьями. Раньше там люди вешали на него свои аслиха, свои оружия и так далее, и они хотели, чтобы это было их идолом, чтобы они поклонялись ему, сказали пророку Мухаммаду. То есть сделай так, чтобы это дерево было для нас как богом, которому мы молились и поклонялись. И тогда пророк Мухаммаду ответил, Аллаху Акдар! Он сказал, пророк Мухаммад, вы сказали то же самое, что сказали Бану Исраил, Моисею, Мусе, сделай для нас идолы, как у них есть идолы. Тогда пророк Мухаммад не сказал, вы неверующий, какой вам идол сделай для нас, говорит посланник Аллаха. Пускай это дерево, мы хотим поклоняться этому дереву. Это куфр, это ширк. Но что пророк Мухаммад, салаллаху Акдар, вы только-только приняли Ислам и так далее. Вы не понимаете этот вопрос. То есть вы говорите то, что идете по пути, которые были до вас. То есть народ Мусе Акдар, вы взяли от них это. И самое главное, когда уже прошла битва Хулейн и так далее. Аллах Субхан Акдар не спослал аят первый день после битвы. То есть где они напугались вначале мусульмане, их было мало количества. Там 200 человек тех было, при Хулейне, 3000. И тогда тревога у них была в сердцах. И Аллах говорит, после этого, как прошла битва, мусульмане одержали победу. Аллах Субхан Акдар не спослал сякина, спокойствие в сердца посланника и в сердца му'минейн, верующих. Не сказал, то есть из них были те, которые просили, чтобы они поклонялись дереву, неверующие и так далее. Аллах Субхан Акдар всех сказал, все, кто были с пророком, салаллаху Алисалям, они все были верующими. Знаете, что в сурате Аллах Субхан Акдар говорит, то есть трапеза. Хавариюн, апостолы, которые были вместе с Иса ибн Марьям, они попросили у Аллаха, то есть они засомневались. И эти Хавариюн, не все, а Хавариюн, это те, которые аншару Аллах, Аллах, они говорят. Те, кто помогли Всевышнему Аллаху Субхан Акдар, Хавариюн, апостолы Иса ибн Марьям, они сказали, может ли Аллах Субхан Акдар не спасать нам трапезу с небес? То есть это, если человек сомневается, что Аллах не может, это куфр. Но когда они попросили это, сможет ли Аллах Субхан Акдар сделать, что Иса и Алисалям ответил? Бойтесь Аллаха, если вы верующие. То есть у них был шаг, у них было сомнение, что Аллах Субхан Акдар не может это сделать. Но Иса и Алисалям сказал, что вы кафиры, вы не верующие. Он говорит, бойтесь Аллаха. Ах, рожа имам Ахмад ваттабаранию ан абимуса ла Ашари, рада Аллаху анху. Имам Ахмад ваттабаранию ан абимуса ла Ашари приводит хатаба на Расулу Аллаху Субхан Акдар. Говорит, что пророк Мухаммад сделал хутбу среди сахабов и сказал, о, люди, бойтесь Ширка, бойтесь, многобожие язычество. Поистине он более незаметен, чем незаметно. Есть такой один муравьи, которые летают с крыльшком, как крыло вот этого муравья. То есть вообще его не видно, что у него у муравья есть там крылышко и так далее. Он говорит, а Ширк еще более незаметен, бойтесь этого. Это какой Ширк? Рья, когда человек на показуху себя ведет. И кто среди посланников Аллаха в тот момент был, сказали, как нам бояться этого Ширка, ведь мы его не можем распознать. Он незаметен, более чем незаметен крылышко муравья. Он говорит, скажите, Аллахумма, такой дуа. То есть, о Аллах, мы прибегаем к себе, чтобы совершать многобожие язычество. Ширк в том, что мы знаем, и прости нам то, что мы не знаем. Значит, посланник Аллаха сказал, что есть много видов Ширка, которые человек даже не подразумевает, не знает, что это Ширк. Также, если кто-то, братья, дополняет что-то в Куране, какие-то слова, или забывает, и так далее, или что-то добавляет, если так сказать, это Ширк. Но, однако, если кто-то добавил в Куране по незнанию и так далее, например, кто-то говорит, не знающий, Аллах сказал в Куране так-так-так-так-так-так-то, смысл примерно такой, но поменял местами слова, добавил что-то и так далее. единогласное мнение ученых, то, что он не впадает в куфр. Каля Та'ала, Далил, Аллах в Коране говорит, ва лейса алейкум джунахун фима ахта'тум бихи, ва лакин ма тааммадат кулубукум, вакан Аллаху гафур рахима. На вас нету спроса в том, в чем вы ошиблись, но однако в том, что подтвердили ваши сердца, и Аллах Субхану Та'ала прощающий и милосердный. Ахража имам Малик, ва лимам муслим, ва абу-дауд, ван насае, ва л-хадису сахих, ан муавият ибн хакам ас-сулами, рада Аллаху айнху, кал, приводит имам, как вы слышите, от имама Малик, имам муслима, абу-дауд, на сае, достоверный хадис, от муавият ибн хакам ас-сулами, рада Аллаху айнху, от сахаба, посланник Аллаха, как он был с пророком Мухаммадом, салаллаху алейсалям, сейчас мы это закончим, как посланник Аллаха, салаллаху алейсалям, ему нашел оправдание по его джахлю, он говорит, я читал вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейсалям, намаз, и один из людей, молящихся, чихнул, и я ему во время намаза крикнул, то есть, если, опять же, из фикха, если кто-то чихнул в намазе, ничего страшного, про себя говорят, альхамду лиллях, но, однако, тот не должен ему там говорить, я рахамик Аллах, потом он что, давай чай попьем, заходи к нам, мне так, разговаривать уже не намаз, и тогда он говорит, люди, я заметил, как я сказал, я рахамик Аллах ему, люди начали на меня смотреть, смотрите его богобоязненность, и он сказал, понял, что он что-то не то сделал, горе тебе, горе, сам себе говорит, и тогда говорит людям, во время намаза, читает намаз, говорит, что вы на меня смотрите, что я сделал, и начали они стучать, вот так вот руками, то есть, хотя сказать, молчи, молчи, как бы, нельзя в намазе говорить, я понял, что они хотят, мне сказать, тем самым движением, молчи, нельзя говорить, во время намаза, я замолчал, посмотрите, каков милостив, какой мягик был по отношению верующим, пророк Мухаммад, а.С. и он говорит, когда закончил посланник Аллаха, и клянусь Аллахом, до него, до посланника Аллаха, и после него, я не видел лучше учителя, чем он, посланник Аллаха, нет лучшего шейха, более знающего, и лучшего, и самого правильного, и самого лучшего, ученого, учителя, чем посланник Аллаха. Он говорит, клянусь Аллаху, он меня не оскорбил, посланник Аллаха. То есть, что ты начал говорить во время намаза? Он говорит, и он меня не ударил. Он просто сказал, посланник Аллаха. Это намаз. в нем нельзя говорить слова людей, только слова Аллаха. Намаз для того, чтобы восхвалять Аллаха. Говорить Аллаху Акбар. И читать Кур'ана. То есть, православный понял, что он не знал в этом вопросе, не начал ему говорить, а хотя говорить во время намаза нельзя. Ученые сказали, это Муавия ибн Хакам. Кад текеляма фи салатин джахилен бил хукм. Муавия ибн Хакам заговорил во время намаза, не зная, что нельзя говорить. Пророк Мухаммад не повелел ему перечитать намаз. Ничего тяжелого слова не сказал ему. И оправдал его, нашел его оправдание посредством его незнания. Чтобы мы взяли из этого урока, еще есть какие вещи, сократим во время хутбы, это скажем. Посмотрите, какова нисходительность ислама по отношению верующим. Милости по отношению верующим людям. Какова красота ислама. Если те люди, которые пишут плохо про ислам, выступают по телевизору плохо про ислам, может быть, они увидели какое-то поведение некрасивое, ахляк, гилк от мусульман, и поэтому судят. Не узнали красоту ислама, как оно есть на самом деле. Какая красота ислама, какая нисходительность подвижников, посланник Аллаха, какой он был пророк Мухаммад по отношению к своим сахабам. Поэтому еще раз мы все должны сказать и объяснить, что такфир это великая фитна, это великая фитна на протяжении всех веков. Верующий человек не спешит в этих вопросах, возвращается кучонный